Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Навыки пожарных с детства – уникальный конкурс среди дошкольников. И сейчас обо всем подробнее. День работников культуры в нашей стране ежегодно отмечают 25 марта. Сегодня в городском театре чествовали лучших представителей творческих профессий. Светлана Хижняк сегодня в городском театре вместе с коллегами встречает свой профессиональный праздник. Говорит, что за годы профессия перестала быть только работой, стала любимым делом и образом жизни. Ведь творчество для нее началось с самого детства. В моем жизненном пути так получилось. Я с четырех лет занималась хореографией, училась в художественной школе, мама преподавала в художественной школе. И, наверное, даже имея юридическое образование, все равно направление ушло в культуру. Потому что, когда ты с четырех лет на сцене, другого ты, наверное, уже воспринять, точнее, воспринять можно все. Но жить этим просто уже необходимо. Им непривычно быть в зрительном зале, но ради такого случая можно поменяться на день ролями. От имени главы Анапы Сергея Сергеева собравшихся поздравляет его заместитель Людмила Мурашова. Как много от нас с вами зависит, каким город будет завтра, какие жители будут в нем проживать. Вот к моим восхищениям, к моему уважению к вам, я, наверное, сегодня добавлю еще одно, о чем не говорили. Вот именно вы, работники культуры, из города-города Анапы, делаете Анапу городом праздником. Имени главы, от себя лично поздравляю вас, работники культуры. Сегодня тот самый день, когда нетворческие люди нашего города организовывают праздник, а большой концерт проводят в их честь. Благодарности и грамоты главы курорта – знак признательности за вдохновенный труд. Всероссийский детский центр «Смена» попал в число лучших в России. Кроме того, в тройке лидеров во всероссийском рейтинге мест загородного отдыха для детей также оказался Орленок из Топсинского района. Возглавил рейтинг «Крымский Артек». Исследование проводил Департамент культуры Москвы. Всего эксперты оценивали 800 загородных детских лагерей из 70 регионов России по 12 группам параметров, в том числе по условиям размещения, организации питания, программам досуга и другим показателям. Разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома может быть подписано только после осмотра построенной многоэтажки и прилегающей территории. Этого требует глава города-курорта от подчиненных. Своё мнение должны высказать и люди с ограниченными возможностями здоровья, насколько доступна созданная застройщиком доступная среда. Глава Анапы с рабочим объездом. Сегодня на месте построенного жилого комплекса. Адрес Томанская, 121. Со стороны многоэтажка смотрится неплохо. Наверное, и на проекте также. Но при ближайшем рассмотрении становится ясно. Застройщик очень торопился. Раз не учёл важные детали. Одни перекошенные лавочки чего стоят. Вот скорее-скорее введите в эксплуатацию. А каким образом введите? Если лавочка боком, урн на улице нет, урн для общего пользования нет. Я не придираюсь. Ну, концентр на всё. Ну, надо же заканчиваться. Если идти на поводу у застройщика, то вопросов у будущих жильцов к власти будет много. И совершенно справедливо, отмечает Сергей Сергеев. Надо выезжать на место. А не просто в кабинете. Даже по фотографиям. Вот если бы мы сюда не выехали, по фотографиям всё замечательно. Понимаешь? И по рассказам специалистам всё замечательно. А вот сегодня я не буду спрашивать застройщика. Я спрошу со специалистов, которые мне подсовывают, что его надо ввести в эксплуатацию. Они здесь будут делать освещение, дорожки и всё остальное. В подъезде всё повыше статьи экономики. Вместо нормального поручня – сваренный кусок трубы. Узкие проходы и неработающий пока лифт. Кстати, ещё одно важное поручение главы, доступно или нет, должны сказать сами маломобильные граждане. Должно быть письмо из общества инвалидов. Наши. Колясо сюда. Что мы посмотрели. Просто в произвольной форме. Надо привезти. Не надо, а мы должны инициировать, привезти сюда, организовать. И сказать, ребят, ну давайте, посмотрите, что тут неудобно сговораться, что нас задает. Несколькими днями позже поручение главы было выполнено. Сотрудники Управления архитектуры выехали на место с инвалидами-общественниками. Сейчас попробуем проверить возможность доступа маломобильных граждан в подъезд, ну и на какой-нибудь этаж. Этаж давайте. С учётом мероприятий, выполненных застройщиком по обеспечению доступа маломобильных групп населения. Первое, что отмечает Марина Буковец, представитель регионального отделения Общероссийского народного фронта, это тактильную плитку на пандусах. Явно лишний элемент здесь, считает она. И угол разворот мал для колясок. Порог должен быть, ну, полтора сантиметра максимум порог. 1,4. 1,4. Ну да. Вот что здесь как? Понятно, что дверь металлическая, то есть надо было заглублять её тогда. Ну сейчас будем прыгать. Вроде бы со всей душой и спуски с тротуара, и пандусы, и знаки на дверях для слабовидящих, но всё сделано на глаз. А ведь есть свод правил. Замечательный сделали СП-59, лишь бы вот всё расписано, вот до мельчайших, до мельчайших всё расписано. Ну как бы, если только ему одному следует, у нас всё будет замечательно. Несмертельные ошибки замечает общественница. Исправить можно. Вот, например, сделать разметку во дворе, чтобы паркующиеся машины не закрывали удобные для инвалидов подъёмы на тротуар. Управление архитектуры и градостроительства города возьмёт на карандаш все сделанные сегодня замечания. А застройщик будет устранять недоработки. В ходе ежедневного мониторинга территории сотрудниками муниципального контроля выявлена несанкционированная свалка. Поля в районе высокого берега завалены строительными отходами и бытовым мусором. Материалы отправлены в природоохранную прокуратуру. Вокруг горы мусора и хлама. При сильных порывах ветра мусор разлетается на несколько гектаров. Общая площадь несанкционированной свалки превышает несколько десятков квадратных метров. Добраться по такой дороге вглубь полей непросто, разве что к КАМАЗам и небольшим грузовикам. Почему водители большегрузов везут мусор не на полигоны, а сваливают его в неположенном месте? За цивилизованную сдачу отходов нужно платить деньги, а сброс в полях бесплатный. Экономить любят и рядовые жители. После ремонта или строительства своих домов они не спешат везти отходы на законную свалку. Опять-таки потому, что за утилизацию и услуги транспорта придется заплатить. Земля заброшена и превращена в свалку. Специалисты муниципального контроля подготовили письма собственникам участков с требованием привести территорию в надлежащее состояние. Кроме того, материалы переданы в природоохранную прокуратуру для возбуждения административных дел. Крайней мерой может стать изъятие земли. Огонь – опасная игра. Такой конкурс стартовал среди воспитанников детских садов Анапы. Он проводится уже в 13-й раз и аналогов в нашей стране не имеет. Детский сад номер 41 «Подснежник» в станице Анапска первым принял участие в конкурсе. Ребята в театрализованной форме показали, что знают, как опасен может быть огонь и что нужно делать в случае пожара. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Всего в конкурсе примут участие 18 детских садов. В каждом из них проведут подобные мероприятия. По словам Людмилы Бурнайкиной, начальника Центра противопожарной безопасности, такая работа с детьми очень важна. Ведь так ребята быстрее усвоят, как нужно действовать в случае возникновения опасности. И это им пригодится в будущем. В каждом детском саду проводятся вот такие интересные мероприятия. Это конкурсы, это сценарии, это спектакли, это спортивные мероприятия. Мероприятия проводятся очень интересно, дети участвуют. И главное, это дает определенное знание пожарной безопасности. Показав свои знания и умения, ребята были официально приняты в пожарные Анапы. Им вручили памятные значки МЧС России. Конкурс только стартовал. Впереди еще 17 участников. Итоги будут подведены ко Дню пожарной охраны 30 апреля. Уважаемые жители и гости Анапы. 26 марта с 10.30 до 17.30 будет ограничено движение автотранспорта от поселка Чимбурка до села Юровка. В связи с тем, что будут проходить всероссийские соревнования по велоспорту среди старших и младших юношей. Старшим юношам предстоит дистанция в 62 километра. Старт в 11 утра на остановке в поселке Чимбурка. Младшие юноши стартуют в 16.00. Они преодолеют 40 километров по маршруту Чимбурка-Просторный Чимбурка. Всего в соревнованиях планируется участие более 150 спортсменов, тренеров и судей с более чем 20 субъектов Российской Федерации. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok